Каждый день победы в стране чествуют ветеранов, причем не только фронтовиков, но и тех, кто ковал победу в тылу. Много воспоминаний о том, как наши солдаты сражались на фронте, но гораздо меньше о том, как жил, например, Новосибирск в грозные годы войны. Таня, как считаешь, почему получается такой своеобразный перекос? Ну, наверное, потому что слава победителям всегда в первую очередь, но я тоже считаю, что большого чествования, без сомнения, достойны и те, кто ковал победу в тылу. Тем более у нас в Новосибирске, где жизнь в военные годы без преувеличения стала вторым фронтом. И сегодня мы готовы рассказать о том, как и чем жили новосибирцы в годы Великой Отечественной. Таня, ты работала над этим материалом, передаю тебе слово. Новосибирск никогда не видел бомбежек. В нашем городе не звучала сирена, предупреждающая о налете. Но наш город во время войны стал сердцем страны. На долю Новосибирска выпала исключительно трудная, но ответственная задача. В самые короткие сроки принятия и вести в действие 50 крупных предприятий. Город стал одним из центров эвакуированной промышленности. Он принял и разместил крупные заводы из Ленинграда, Москвы, Краснодара, Харькова. А еще именно благодаря новосибирцам в суровые и голодные годы удалось спасти и сохранить уникальные ценности из лучших музеев страны. Итак, как ковали победу труженики тыла? Об этом в нашем специальном репортаже. 22 июня 1941 года. Три часа до войны. То воскресное утро новосибирцы встречали, как обычно. Пишали в пар, кино, на свидания, на танцплощадку. Они любили друг друга, молодой город, строили большие планы на будущее. Среди ясного неба в тот день выпал большой крупный град. И это было как бы предзнаменованием большой беды. Внимание! Говорит Москва! С папой, с сестрой и мамой гуляли в Зайцовском парке. Узнали о том, что началась война. И дальше я помню, что я у папы на плечах. Он бежал в город. Мне транспорт не ходил. Мы бежали все туда, чтобы скорее быть в городе. Имею три раны. Вот первая рана я отрубила вот здесь часть пальца. Второй раз я отрубила вот здесь вот шрам у меня. И он болит, когда погода плохая. Значит, вот эту часть. И я отрубила часть мизинца. Она показывает искореженную руку и уверяет нас в своей живучести. Ей было всего семь. Когда неумелыми детскими ручонками она пыталась нарубить дров, чтобы согреться и сварить картошки. Отца сразу забрали на фронт. Мама сначала выстаивала 12-часовую смену на эвакуированном заводе имени Коминтерна. А потом помогала в госпитале. Мамы мы не видели. Все. Мы наоборот. Мама всегда говорила. Вот это вот, это покушать. Вот это туда-то идите. Это тут дети. И мы полностью включились в процесс. Именно чтобы помогать маме и жить семье. Сообщение о вероломном нападении фашистов пришло в город около полудня. И за несколько часов изменило все. Уже через 20 минут после сообщения по радио в городской военкомат начали приходить первые добровольцы с просьбой зачислить в армию. Только за первую неделю таких заявлений было подано 6,5 тысяч. Треть этих добровольцев были женщины. Всего за годы войны из Новосибирской области ушли на фронт более 600 тысяч человек. А те, кто остались, старались приближать победу. Как могли. Особый завод номер 69. Вот так вот название его было. Родители мои работали на этом заводе. Мы сюда приехали в эвакуацию в 41-м году в октябре. Отец приехал уже в ноябре. Следующим эшелоном. Не следующим, а одним из последующих эшелонов. Он был комиссаром эшелона назначен. В этом эшелоне находилось 1250 человек. Маленькому Володе Битюкову тогда было всего 4 года. Многое в свои сегодняшние 80 он уже помнит смутно. Но разве можно забыть, как пил мочу из горшка, потому что длинной дорогой изнуряла страшная жажда. И как они с мамой, братом и престарелой бабушкой замерзали по приезду в Новосибирск, встретившей красногорцев жуткими 30-ти градусными морозами. Оборудование, это тяжелые оборудования, станки. Люди запрягались и тащили на себе по улице Дусик-Вальчук. Ее не было. Была поселочная дорога. Сосны росли. И вот на себе тащили сюда, где-то, где размещались. Ой, кошмар. Я не знаю, как это могли люди выдержать. Лютый сибирский холод сковывал промерзший грунт. И казалось, никакая сила не одолеет его. И только упорство сибиряков, их высокий патриотизм, непреклонная воля к победе, ломали все преграды, преодолевали трудности первой военной зимы в Сибири. Несмотря на то, что завод не был готов к пуску, уже через 21 день после прибытия в Новосибирск первого эшелона начался выпуск приборов. Завод номер 69 имени Ленина стал самым крупным оптико-механическим предприятием наркомата. За годы войны было выпущено более 150 тысяч сложнейших оптических приборов для артиллерии. Многие из приборов в стране выпускал только этот завод. Работать за себя и за товарища, ушедшего на фронт на авиационном заводе Мечкалова, это означало выполнять как минимум две нормы за смел. Завод выпустил около половины изготовленных за военное время самолетов-истребителей. Почти 16 тысяч. Наши земляки круглосуточно перевыполняли задания, подтверждая девиз. Полк самолетов в сутки. В день выпускалось до 30 истребителей. В августе 41-го года в Новосибирск поступают первые эшелоны с оборудованием Сестрорецкого инструментального завода. Он должен был в кратчайшие сроки выйти на производство противопехотных мин и снарядов для котюшек. Через два месяца после прибытия эшелона, на полгода раньше намеченного срока, инструментальный завод выдал первую продукцию. Все благодаря самоотверженному энтузиазму новосибирцев. Помню, Шершов, 10 норм выполняли. Владимир Гаврилович, а тогда просто юный Володя Шатохин и сегодня по имену помнит каждого из своей подростковой бригады. Совсем мальчишки. 16, 15 и даже 14. У заводских станков на Сепсельмаше они в 41-м заменили ушедших на фронт отцов. Инструментальщики. Мы вообще сутками работали. Потому что инструмент нужно было и для этих предприятий. Это было, конечно, сложно. Задание было 150 снарядов в сутки. У нас даже в инструментальном цехе на энтресолях койки установили. И просто поработают, переспал немножко и продолжают. Тоже инструмент, инструмент, значит, не хватало. Новосибирский Сепсельмаш в годы войны стал самым крупным предприятием наркомата боеприпасов СССР. Завод дал фронту почти третий арсенала. 125 миллионов снарядов. Я вспоминаю большую роль. Вот в выполнении заданий была организация соревнований. Вот цехи индивидуальные, бригадные, участки, цеха подводили и так далее. В нашем цехе было 9 комсомольско-молодежных бригад. Последние специальности уже я тоже был бригадиром комсомольско-молодежной бригады. Ежедневно в цехе вывешивали показатели, как работают бригады. Ежедневно. Постепенно набирали обороты и другие предприятия. Ни одна крупная наступательная операция не обходилась без военной продукции механического завода «Истра». Ежедневно здесь производили 47 тысяч гранат. Завод имени Воскова изготавливал пулеметы, пистолеты Шпагина. Завод «Сибметаллстрой» готовил оборудование для производства снарядов минвзрывателей. Новосибирцы понимали, и от них зависит судьба победы. Ведь многие новосибирские заводы были уникальными, им не было аналогов в стране. Электроагрегат – единственный завод страны, выпускавший прожекторы для фронта. Более трех тысяч, в том числе те, с помощью которых штурмовали Берлин. Боеприпасы, обмундирование, самолеты, бронемашины, поезда и даже катера. За годы войны стремительный рост металлообрабатывающей, химической, электротехнической и приборостроительной промышленности превратил Новосибирск в город, который действительно стал тылом, защитником, героем. Безусловно, война – трагедия в большинстве семей. Но, тем не менее, жизнь продолжалась. Школьники шалили, молодежь ходила на танцы, а промышленность наша осваивала, оказывается, новые образцы продукции. И вот этот ботиночек 43-го года, он даже без номера, если вы посмотрите, он как раз и символизирует то, что жизнь продолжалась. Все шли и понимали, что наше государство, и мы победим наш народ. И готовились как раз к мирному будущему. В данный момент это школа, а в годы войны это был госпиталь. Прямо вот к этому крылечку была проведена линия. Вот подходили прямо в вагоны, вот как тогда говорили, телячьи вот такие вагоны, и разгружали раненых. Ну, а, конечно, кто? Женщины. Вот что работали на заводах, после работы приходили и работали, и ночами, и ухаживали, делали все, что нужно. Санитарные поезда на железнодорожный вокзал прибывали один за другим. Раненые хотели попасть в Новосибирск. Не пугала даже дальняя дорога. На фронте знали, в городе есть профессиональные врачи и все необходимые лекарства. Химико-фармацевтический завод выпускал медикаменты, обеспечивал город и фронт бинтами. Главным хирургом всех госпиталей был Владимир Михайлович Мыш, легендарный человек, который очень многим людям вернул, не просто здоровье, а вернул жизнь. И вот на пяти этажах этого здания находились палаты, находились операционные, различные перевязочные. И это один из самых крупных госпиталей нашего города. И особенно, если мы посчитаем воспоминания старожилов, мальчишки любили прибегать не только к этому зданию, а вообще к госпиталям, да и девочке. Потому что вот в образе раненых воинов они хотели увидеть своего отца или каких-то своих родных, которые ушли на фронт. Они так к нам относились, по-сердечному, сердечно относились. Они готовы нам были все отдать. Ну а что у них было? У них вот были патроны, сделаны там ножички. Это тоже было для нас очень интересно, для детей. Ну и давали нам, это вот может быть и нехорошо, мы нас приучили курить, фронтовики давали нам закурить. Это я помню. Вот эту улицу, вот здесь, эту улицу строили военнопленные. Это те люди, которые не хотели с нами воевать. А жители вот этих домов выходили и делились кто чем. Непостижима человеческая природа. Удивительно душа сибиряка. Он безжалостно бьет врага на поле боя и готов делиться последним с тем, кто выкинул белый флаг. Люди понимали, что это те люди, которые не хотели с нами воевать. Вот они строили эту дорогу. А жители этих районов выносили кто чем? Кто картошку, кто хлеб. В годы Великой Отечественной войны Новосибирск стал домом и для 128 тысяч ленинградцев. В Новосибирск были эвакуированы не только промышленные предприятия, но и театры, коллектив ленинградской филармонии, уникальные ценности из государственных музеев. Почти треть фондов из царского села Петергофа, Павловска хранились в здании продолжавшего строиться и в годы войны Новосибирского оперного театра. Понимаю, что здание было очень насыщенно, такой Ноев ковчег, 1200 человек здесь одновременно работали. Здесь же люди еще и жили, музейные работники как раз жили в одном из боковых частей. И понимая, что здесь не только готовили кушать, еду, но здесь еще, конечно, была проблема пожарной безопасности. Поэтому специально были установлены азбестовые перегородки на двери. Вот имя мы говорим о тех помещениях, в которых хранились эти музейные фонды. Предметы из янтарной комнаты, великолепные шахматы, шкатулки, комодики. Предметы, которые являлись, принадлежали Петру Первому. Это полотна Рембрандта, это лучшие живописные полотна Третьяковской галереи. Стал вопрос первоначально, это как здание обогреть, а зима 1941-1942 была холодной зимой. И принимается решение о том, что нужно каждые сутки 25 тонн угля. Затем наступило лето, 42-го, лето очень жаркое, опять же невыносимая духота. Нужно было поддерживать влажность. Просто не опускают в ведро, смачивают и развешивают. И делали, просто не высыхало, они это делают постоянно во всех помещениях, для того, чтобы тот, хотя бы какой-то примерный уровень влажности для предметов этих создать. За время пребывания в Новосибирске Ленинградской филармонии сыграло 538 концертов. Актеры Пушкинского драматического театра дали 1200 спектаклей. Новосибирская публика с благодарностью принимала ту культуру, которая прежде ей была недоступна. Я помню великолепный концерт Бейбутова, я помню великолепные спектакли. И до сих пор то, что заложено было тогда во мне, когда я была маленькая, это процветает эта культура и любовь к искусству. Может быть, поэтому я и создаю музеи для города, потому что это нужно. Во время Великой Отечественной войны это здание сыграло особую роль, потому что именно здесь находилась городская радиостанция. Когда начиналась передача, рупоры стояли на площади, трамваи останавливались. Люди выходили, слушали передачу, и только после этого садились в трамвай, и трамвай трогался. Говорит Москва. Буквально накануне прошел дождь, город умылся, была свежая зелень, и это был вот тот великолепный, красивый день, наверное, в который должна была случиться победа. Знаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа. Установить, что 9 мая является днем всенародного торжества, праздником победы! Татьяна Бугаева, Сергей Жданов, итоги недели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok